Проводник восьмерка Проводник восьмерка Узел начинает разрывать Если его будут тянуть в разные стороны Узел начинает рвать в разные стороны И он деформируется И вследствие чего может порваться То есть на середине веревки его не вяжут Во-вторых Если мы присмотримся То здесь веревка идет Постоянно вот так перекручивается Это называется перехлесты То есть перехлестов в узле тоже не должно быть Это способствует Его развязыванию Следующий вариант Это вот такая вот длинная Веревка остаточная То есть хвост очень длинный Вот Хвост не должен быть таким длинным Потому что это очень серьезно влияет на расход веревки Так смотрите сюда Вот мы допустим взяли Вот эту веревку Ну примерно до сюда Вот раньше рабочая Мы ее развяжем И смотрим То есть вот здесь Длина этой веревки используемой Примерно метр двадцать То есть понимаете да Что на узел уходит у нас Очень много веревки Вот Если мы оставляем хвост Вот таким Длинным То мы теряем И в определенный момент у нас просто может Не хватить веревки для наших целей Может ее где-то не хватит Чтобы Дотянуться до земли Или Кинуть ее через реку Ну то есть проблем может быть в море Вот Следующая ошибка Это слишком короткий конец То есть когда хвост Завязывается очень коротко И он может выскочить из узла Вследствие натяжения Манипуляции различных То есть узел тоже может развязаться Дальше Вот такая Огромная петля То есть вот эта огромная петля То же самое что и с большим хвостом Получается слишком большой расход веревки Вот И Есть еще такой вариант Когда Мы жмарим по веревке Да Мы поднимаемся У нас где-то там станция наверху Вы с жмаром подходите И у вас уже Здесь узел То есть дальше вы пытаетесь Вам нужно дотянуться выше Но Жмар у вас заканчивается При этом вам придется Карабкаться по узлу Чтобы Застраховаться там на станцию Вот Что Соответственно Тоже неправильно То есть если вы вдруг сорветесь У вас будет очень большой рывок Жмар вам обглодает веревку Ничего хорошего из этого не выйдет Поэтому Ухо у восьмерки Не должно быть таким большим И Вот это Самый опасный вариант Смотрите Узел Красивый Выглядит Аккуратно Но Здесь есть большая проблема Самая большая беда На которую многие Спортсмены не обращают внимания Это Завязанный Узел С неправильным давлением То есть смотрите Что происходит У нас есть вот такой хвост Который Находится Вверху узла Смотрите Здесь В правильном варианте У нас хвост Должен находиться Второй петлей То есть хвост Должен быть вот здесь 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 у нас получается Хвост Находится Наверху узла И тем самым Когда Веревка Получит нагрузку То есть Альпинист Повиснет на веревке Хорошо ее Натянет Хвост Не будет Стягиваться Потому что Основная веревка Вот эта Длинная На которой мы висим Она находится Почти посередине узла То есть давление Происходит Всего лишь на Три четверти Не на целый узел Не сверху А только Вот здесь И поэтому Хвост Он вылазит Вот Почему Это опасно То есть У нас был Такой случай У нас Среди Одних спортсменов Был такой случай То есть На скалодроме Занимались ребята Девушка Проходила Сложную трассу И Наверху Они делали Перестежку То есть С одной веревки Перестегивались На другую И Когда Она перестегивалась Она делала Это Вслепую То есть Ну меня там не было Я не знаю Это не мои ребята были И Мне Рассказывали Что это было так То есть Висела Она Поднималась С одной веревкой Поднималась Наверх Затем Прошла Траверсом И там Пристегнула себе Вторую веревку А первую Скинула То есть Получается Она Взяла Когда вторую веревку Она одной рукой Держалась за скалодром То есть Где-то за зацеп Держалась Вторая веревка У нее висела Она ее Подтянула И пристегнулась Не глядя Пристегнулась Вот именно Не В петлю А пристегнулась Не глядя Вот именно Вот в этот хвост И когда она Стала спускаться Там был карниз Когда на карнизе Она повисла Естественно Произошло Следующее Веревка Вышла И девушка Просто упала С 8 метров Ну Получила Серьезные травмы Вот Поэтому Пожалуйста Обращайте на это Внимание Хвост Никогда не должен Быть сверху То есть Если у вас Хвост находится В верхней части По ошибке Можно И полетать И так Вот у нас Самый правильный вариант То есть Веревки все идут Параллельно Лежит все аккуратно Ухо Достаточное Чтобы Встегнуть карабин Хвост Длина хвоста Длина хвоста Должна быть такой Чтобы соответствовала Диаметру веревки То есть Если у вас веревка 10 миллиметров В диаметре То Длина хвоста Должна составлять Около 10 сантиметров Не больше Не меньше Но Как бы Старайтесь Примерно вот так делать Да То есть Чтобы не было Это 3-5 сантиметров Да То есть 10 веревка 10 диаметром 10 длина хвоста Итак Сейчас я вам покажу Как завязать этот узел Правильно С первого раза То есть Чтобы не было никаких Перехлестов Чтобы давление было Правильное Чтобы хвостик был На своем месте То есть Тут очень много нюансов Поэтому Смотрите внимательно Делаем следующим образом Вот это кольцо Берем в правую руку Хвостик Находится ближе к телу И Начинаем Левой рукой Придерживаем Хвост И основную веревку Правой рукой Делаем движение Именно Вот такое Вперед Ни в коем случае Ни сверху Ни снизу А горизонтально Вперед Прихватываем Левым пальцем Перекресток Теперь Правую руку Проводим снизу Берем За колечко Тянем Наверх И теперь уже Главное Не снизу Сразу засовывать А сверху Вниз Вот таким Разворотом Засовываем В петлю Получается Вот такая восьмерка И прежде чем Затянуть Последний штрих Вот Эту Петлю Это хвостик У нас как раз Перекидываем И подтягиваем Хвостик Подтягиваем Длинную Подтягиваем Кольцо Все Узел готов Еще раз Развязываем Берем Кольцо Направо Хвостик Ближе к телу Собираем Движение Горизонтальное Вперед Берем Большим пальцем Левой руки Правую Снизу Именно под этой веревкой Поднимаем Наверх Делаем Вот такой Разворот И Засовываем Внутрь Прежде чем Затянуть Петлю Хвостика Перекидываем Наверх Затягиваем Хвост Затягиваем Длинную Затягиваем Кольцо Узел Готов Теперь Если же Вы сделаете Вот так Хвост Сделаем От себя И Завяжем То В данном Случае Мы Получим Именно Вот это Неправильное Давление То есть У нас Будет Хвост Как раз Таки Наверху Вот это И есть Ошибка Самая Главная Итак Последнее Что хотел бы Сказать То что Этот узел Не ползет То есть Когда он Получает Нагрузку Он не Расползается Ему не нужен Контрольный Узел Он считается Довольно Надежным То есть Очень надежным Поэтому Он не требует Контрольного Вот И После Большой Нагрузки То есть Если Произошел Сильный Рывок Узел Очень сильно Затягивается Любой Узел Затягивается При рывке Этот Узел Развязывается Таким Образом То есть Мы Имеем Вот такой Вот Узелок Для этого Мы его Берем В руки И Начинаем Вот так Ломать То есть Это Такой Вот Вариант Как его Именно Заставить Разойтись Потому что Если он Сильно Затянут У вас Будет Давление И сюда И сюда Все Вот эти Веревки Они Очень Сильно Сожмутся Вот И вам Нужно Будет Вот так Начать Потихоньку Потихоньку Ломать 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 И В конце Концов Он Где-то Разойдется Позволит Вам Его Распустить Ну вот Вроде бы И все Спасибо За внимание Я надеюсь Вам понравилось Смотрите Другие Видео Будет Еще Много Интересного